Лес Победы появился на шахте Амурской. В парке у школы номер 31 высадили побеги елей в рамках всенародной акции, которая прошла по стране не только для улучшения экологического климата. Пожалуй, главная задача – в очередной раз напомнить о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ведь впереди 75-я годовщина Победы. Наш парк пополнится замечательными елочками в количестве 20 штук. Нам их предоставили наши спонсоры, управляющие компанией «Прогресс». Каждое дерево сегодня посадил ученик, либо это ветераны, дети войны. И они будут приходить сюда, за ними ухаживать. Потому что это непосредственно будет елочка их какого-то родственников, именная. Поэтому думаю, что все елочки приживутся и будут радовать нас. На каждом побеге – именная табличка. Родственники участников войны, посадив елочку, обязуются следить за нею впредь. Мы гордимся их подвигом, то, что они сделали для нас, жизнь подарили. Мой дед, он начал 41-го войну и закончил здесь, на Дальнем Востоке. Мы здесь живем, и чтобы мы постоянно, так сказать, память такая осталась, что мы постоянно. Соня вот здесь вот учится, и чтобы ходила всегда, смотрели, ухаживали. Я вообще часто гуляю и буду за ним ухаживать. Там, где русская слава, все тропинки прошла. Доносить нужно не только для своих родных, детей, внуков, правнуков, но и чтобы знали, поколение знало, чтобы чтили. Любовь Бондарь – педагог поселковой школы. Уже 34 года она преподает технологию и географию. О подвиге тех, кто сложил свои головы на фронтах войны, и тех, кто выжил, она регулярно говорит со своими учениками. С ними пришла и на эту высадку Леса Победы. Чтобы поколение помнило, что вот да, действительно, мы живы и здоровы за счет того, что наши предки нам завоевали мир. Отец и мать педагога Бондарь прошли всю войну, осели на Дальнем Востоке и создали семью в шахтовом поселке. Теперь в этом сквере есть елочка в честь отца Любови Бондарь – Владимира Полякова. Папа был механиком, самолетом авиационным, а мама – маляром. Когда наша армия отступала, они вместе отступали. Они в эшелонах перемещались с одного города в другой. Пережили все – и голод, и холод, и страх. Буду всю жизнь помнить, здесь вот уже, когда я пойду на пенсию, уже заслуженно, здесь есть лавочки, я и посижу, и это вот большая память. Я очень горжусь. Эту акцию поддержал и глава округа Александр Авдеев. Градоначальник высадил дерево в память о ветеране Николая Антоновича Сумцове, старожили поселка. Участник войны служил в разведке, а годы после отдал шахтерскому труду. Его уже нет живых, но помнят и чтут советского солдата. Как и других участников войны, в честь которых в этот день на шахте Амурской вырос Лес Победы. Казимирова Мария Мироновна, труженик тыла, которая проработала больше 50 лет, именно в полях вот этих настройки, помогала фронту, как могла. И очень хочется, чтобы дерево в честь нее и люди вспомнили. Не только для нас, а для нашего поколения это нужно, чтобы они помнили, что именно мы одержали такую победу, что мы победили в этой войне, а не кто-то другой, как сейчас приписывают. Буду приходить, проверять, как сейчас учеба начнется, и как раз я здесь буду, учусь в этой школе. Это бессмертный подвиг, потому что такое событие, и сколько людей погибло, и то, что мы по итогу победили, это, конечно, очень важно. И то, что мы саживаем деревья, это очень здорово. Шахта Амурская в числе первых в России открыла патриотическую акцию. Леса Победы будут высаживать по всей стране до конца сентября. Всего 27 миллионов деревьев. По одному на каждого из погибших в годы Великой Отечественной. Ирина Анциферова, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости.